Здравствуйте! Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Рост цен и снижение доходов приведут к тому, что расходы на продукты питания в этом году превысят половину семейного бюджета. 40% семей уже сейчас тратят на продукты более половины своего бюджета. Каждый четвертый горожанин вынужден тратить на продукты от 50 до 70% семейного бюджета. Каждый седьмой более 70%. Треть граждан выделяет на питание от 30 до 50% семейного бюджета. Лишь у третьей опрошенных расходы на питание занимают менее трети дохода семьи. Если так дальше пойдет, то люди вообще забудут, что такое деньги. Депутаты Госдумы предложили запретить банкам продавать долги по кредитам физических лиц третьим лицам, не имеющим лицензии на право осуществления банковской деятельности, то бишь коллектора. Авторы поправок указывают, что пока заемщик вынужден платить и свой реальный долг, и вознаграждение коллекторам, которое они прячут в процентах, неустойке и прочих штрафных санкциях. Таким образом, банки смогут привлекать коллекторские агентства по агентскому договору, но переуступать права требования по кредиту могут только другим банкам. Чем это поможет гражданам? Да ничем. Число туристов из России, посетивших Анталию за первые два месяца 2015 года, уменьшилось на 41% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе и феврале 2015 года Анталию посетило 234 тысячи туристов, что на 2,9% меньше, чем за такой же период прошлого года. Число российских туристов, посещающих Анталию, уменьшилось с 36 тысяч до 21 тысячи в январе и феврале нынешнего года. Самое большое сокращение было отмечено среди туристов из Франции – минус сразу 70%. Из Дании – минус 51%, из России – минус 41%, из Израиля – минус 35%, из Швеции – минус 30%, из Украины – минус 25%, из Великобритании – минус 17% и из Австрии – минус 13%. Российский фондовый рынок открылся снижением котировок по отношению к основной торговой сессии пятницы. Индекс ММВБ упал до отметки 1714 пунктов. В списке аутсайдеров – Мичел, ТМК, Распадская, Россети и РДР Русала. Среди лидеров роста – Алроса, ЛСР, МТС и ПИК. Снижение на российском рынке происходит на фоне смешанной динамики в Европе и США. Фьючерс на американский индекс S&P снижается, цены на нефть корректируются, торги в Азии проходят в красной зоне. Курс доллара на 10 марта – 59,99 рубля. Курс евро – 66,10 рубля. Золото стоит 2307 рублей за грамм. Серебро стоит 31,23 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 58,82 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах.